И рад снова приветствовать тех немногочисленных кто остался на этом уже полузаброшенном канале или изобретших сюда по воле рекомендаций и собрались мы сегодня здесь ради чего? Конечно же ради PlayStation 2, иначе в последнее время и не бывает. В общем после второй версии SMB мода, которую я делал на основе Orange Pie Zero и которая мне на тот момент казалась лучшей по всем критериям. В комментариях к тому ролику вскоре написал один человек, мол а я вот сейчас делаю нечто подобное, но посредством еще более дешевого мини роутера, как в моем первом гайзе. И собственно вам я его сразу покажу, это вот такой размером зажигалку роутер под названием A5 V11, который по сравнению с GL64-16 еще сильнее урезан как в плане интерфейсов, так и в плане начинки. Ну и стоил он на Алике всего 580 рублей. Что интересно, еще полтора года назад, когда я делал первую версию SMB мода и искал на Али что-то подходящее для него, я еще тогда натыкался в том числе и на такие роутеры, поскольку продаются они еще с 15 или 16 года, но нигде в их описании и характеристиках не было заявлено о поддержке SMB. И поскольку я тогда во все это не был посвящен, то подумал, что видимо это какое-то их аппаратное ограничение. Но как теперь выяснилось, на них тоже как вариант запросто ставится OpenVRT, а значит в теории можно сделать еще гораздо более дешевый SMB мод на их основе. Ну а у меня как раз оставалась еще одна PS2 Slim. Ну и вот пришло ко мне сие чудо и провозился я с ним целых 3 дня, чтоб все хоть как-то начало работать. Помимо в 2 раза меньшего объема ОЗУ в сравнении с GL64-16 и более слабого процессора, здесь, что стало самой главной помехой в настройке, в 4 раза меньше встроенной флеш памяти. То есть всего 4 МБ. И ты хоть убейся, их никак не хватит, чтобы установить ОС вместе со всеми необходимыми модулями. В итоге, как оказалось, можно сделать программное расширение памяти, выделив под нужды системы небольшой раздел на внешнем носителе. Проще всего это делается посредством установки кастомной сборки OpenVRT под названием домовенок, которую можно найти на FOPDA. И где уже все подготовлено для выполнения этой процедуры, буквально в несколько кликов. В общем, как ни странно, все в итоге заработало. Консоль с роутером соединилась, список игр загрузился, но вот дальше... А, впрочем, лучше сами смотрите. Так, ну что ж, OrangePay я отключил и посмотрим, как консоль будет работать с вот этим мини роутером. Максимально быстро, без торможений все делаю, чтобы показать, насколько медленно он включается. То есть, OPL сейчас будет грузиться, грузиться, грузиться и в итоге так нифига и не загрузится. Ну, собственно, вот как я и говорил. То есть, после вот этих всех долгих загрузок нужно будет еще секунд пять-десять подождать и только потом делать реконект и после этого, да, все загружается. И, казалось бы, а что тут такого, блин? Ну, пять секунд подождать. Но если все проблемы на этом заканчивались, запускаем игру и помимо того, что она тоже будет грузиться гораздо дольше, чем через OrangePay, но, ко всему прочему, она еще и будет дико тормозить и фризить. Ну, собственно, вот как я и говорил, что это такое, блин. Как это играть, блин? В общем, спасибо, как говорится, нам все понятно. В общем, тормоза почти такие же, как и в обычном USB режиме. И также, как там, не просто тормоза, а еще и регулярные вылеты. И дело тут не во флешке. Она выдает вполне обычные для китайских 20 мегабайт на чтение и около 7-8 на запись. А дело в том, что сам роутер выдает скорость передачи максимум 1 и 15 мегабайт в секунду. И выдает он столь жалкие цифры потому, что если во время передачи посмотреть на загрузку его компонентов, то там буквально все долбится в сотку. И процессор, и ОЗУ. И ничего ты с этим уже не сделаешь. То есть для этой цели роутер абсолютно непригоден и бесполезен. Но чисто из любопытства я решил посмотреть, а какую же скорость выдает Orange Pie Zero, консоль с которой я тогда еще не продал. И, как оказалось, здесь уже вполне приемлемые около 5 мегабайт в секунду. Что, кстати, примерно совпадает со скоростью DVD привода консоли, если б с ним не было столько проблем. И в случае с Orange Pie Zero проц уже не перегружен, хотя потребление ОЗУ даже здесь уже близко к максимуму. То есть можете себе представить, насколько же сильно ее не хватало тому роутеру с его 32 мегабайтами. И учитывая все эти данные, я подумал, может эти 5 мегабайт в секунду не максимум и с еще большим объемом ОЗУ можно будет получить еще больше скорость. Тем более консоль все же нужно было переделывать по нормальному. В общем, теперь уже через Авито я нашел Orange Pie One, которая в целом тоже самое, но с 512 мегабайтами ОЗУ. И всего за 500 рублей. С доставкой, правда вышло 800, но даже это сильно дешевле, чем на Алике, где сейчас она стоит почти в два раза дороже. В процессе ее настройки, во-первых, оказалось, что к ней полностью подходит тот же образ ОС, что и для Orange Pie Zero. Во-вторых, теперь удалось настроить работу NTFC, то есть дополнительные программы нам теперь не нужны, что сильно упрощает настройку. Интересно, кстати, что NTFC нормально работает только в этой сборке OpenVRT. Помимо нее я пробовал еще штук 5 и везде в NTFC возникали хоть и небольшие, но очень неприятные фрезы. А тут все просто идеально. Я уже и не помню, где нашел этот образ, но удивительно, насколько он оказался удачным. Ну и в-третьих, кроме этого всего, гайд удалось еще сильнее упростить и теперь вручную нам вообще ничего прописывать не нужно. А все, что нужно, это вставить microSD карту в комп, которую для начала обязательно проверяем на емкость, чтобы не получилось как у меня. Далее запустить Etcher и записать на нее образ OpenVRT. В случае флешек объемом больше 64 гигабайт, игнорируем предупреждение. Затем после записи OS жмем сочетание Win плюс R и такой командой открываем менеджер дисков. При необходимости обновляем список и из свободной области на карте памяти создаем NTFC раздел под игры. Сразу, пока флешка в компе, закидываем в этот раздел все игры. Опять-таки с помощью OPL Manager, если нужно, исправляем название, качаем обложки, создаем конфиги для требующих этого игр и так далее, как было показано еще в первой версии. Ну и затем вставляем флешку в Orange Pi, подключаем к ПК и запитываем, переходим в веб-интерфейс прошивки, там идем в система, бэкап и прошивки и выполняем восстановление, загрузив бэкап из моего предварительно скачанного архива. Таким образом, все необходимые настройки будут загружены и Orange Pi сама перезагрузится. Оцените просто насколько все стало проще, причем эта инструкция одинакова как для Orange Pi One, так и для Orange Pi Zero и это как минимум, а скорее всего для всех подобных одноплатников с архитектурой ARM 7 и 8, коих великое множество. Конечно, нам еще нужно настроить OPL, но тут принцип как раз схожий, мы просто копируем соответствующие две папки из все того же архива на FAT32 флешку и затем подключив ее к PS2, перекидываем эти папки на карту памяти с FrameC Boot. Все просто и также было показано еще в первой версии. Ну и в общем внутри консоли я оформил все вот таким образом, примерно как и со второй консолью, но немного более аккуратно. Да, как ни странно, больший объем ОЗУ на скорость передач не повлиял, но впрочем относительно WinSCP тут возможно ограничением вступает сам протокол соединения. Ну а в PS2 сильно больше 5 Мбайт в секунду и не может быть, ибо ее Ethernet порт пропускает как раз около 7-8 Мбайт в секунду. И это его теоретическая пиковая скорость, реальная конечно будет ниже, так что дальше здесь идти уже некуда. В итоге можно сказать, что если и использовать такие мини роутеры для этой цели, то как минимум аналогичный GL64-16 с хотя бы 8 Мбайт флеш-памяти и 64 Мбайт ОЗУ. Но поскольку они как правило стоят дороже, то наилучший вариант это вот такие одноплатные мини ПК, которые и на Али стоят недорого, а на Авито как оказалось найти их можно вообще за копейки. Так что просто ищем любой наиболее дешевый с указанной архитектурой, ну и дальше следуем обновленной инструкции, которую теперь мне кажется сможет повторить абсолютно каждый. Ну и напоследок небольшой намек на продолжение. Осознав ограниченность по скорости SMB мода, я чисто из энтузиастских побуждений прям загорелся HDD модом для слимки, который естественно намного сложнее в реализации, но он и стоит дешевле, ибо там кроме самого носителя считай ничего больше не нужно. И главное скорость может дать в разы выше, и мне хотелось бы наглядно сравнить его с SMB. Но сделать HDD мод доступным для всех по легкости, настройке и одновременно цене не представляется возможным, поэтому SMB мод в этом плане все же остается наилучшим выбором. Ну и на этом все. Кому было интересно и полезно, не забывайте про важность ваших оценок, комментариев и репостов. Если что непонятно спрашивайте, ну и если у кого есть ненужная слимка 7000, то я буду рад принять ее в дар для того самого HDD мода, ну или просто могу для вас ее переделать за символическую плату. Ну и до нескорых встреч.